Sorry, Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof! Девчонки, всем привет! Меня зовут Света, большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу сделать просто такое супер-супер девчачье видео и показать вам свои последние покупки одежды из всяких разных магазинов. Еще покажу вам кое-какие аксессуары. Я старалась выбирать все более-менее такое модненькое, то, что сейчас находится в тренде. При этом я уже думала о том, что сейчас, ну, может быть, достаточно прохладно, так что пора утепляться. И, в общем, сегодня я хочу как раз-таки показать вам, что же я купила. Поэтому, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, посмотрим шмотки, аксессуары и все такое. И желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем с самого дорогого, но при этом самого практичного, самого теплого. И, пожалуй, с самого моего любимого. Я сейчас, конечно же, говорю про верхнюю одежду. Вот такое вот пальто у меня появилось. Это бренд Sabelino. И кто смотрит мои сторис в Инстаграм и просто заглядывает ко мне в Инстаграм, знает, что я сейчас просто живу в этом пальто. Потому что оно очень теплое, при этом оно легкое в плане веса. Мне в нем очень комфортно, оно супер приятное. И при этом оно однозначно в такой трендовой, модной расцветке. Я изначально это пальто увидела в Инстаграм на девушке. Мне очень сильно понравилось. И в этом плане магазин Sabelino просто молодцы. Потому что все вещи, которые у меня из этого магазина, нет ни одной вещи, которую я бы не носила или которая бы мне не нравилась. Потому что все вещи из магазина Sabelino модные, супер такие девчачьи, трендовые, удобные, практичные. И никогда у меня не было какого-то нарекания к качеству. Это просто моя любовь от этого пальто. Оно подходит ко всему. Поэтому я его и со спортивным умудряюсь таскать, и с чем-то более классическим. И благодаря этому пальто я наконец-то начала осенью носить юбку. Потому что с этим пальто юбочки и платьица выглядят просто потрясающе. И вот теперь как раз про юбку. Я думаю, эта юбка тоже станет одной из самых знаменитых вещей в моем гардеробе. Это тоже бренд Sabelino. Мне очень нравится, что этот бренд набирает обороты. Что он уже во многих торговых центрах. Я болтею от этого бренда. Это юбка-карандаш. И она при этом полностью стрейчевая. То есть, девочки, вы представляете, да, что эта юбка делает с фигурой. Просто такой кайф. У юбки завышенная талия на резиночке. Все здесь сделано четко, классно. Действительно по фигуре. Мне очень нравятся разные вариации нарядов с этой юбкой. И я тоже эту юбку, если честно, подсмотрела полным луком на девушки в инстаграм. И, грубо говоря, оттуда слезала. И ни капельки не пожалела. И там же я взяла себе вот такую вот кофточку. Эта кофта меня покорила своим вырезом. Как раз таки вот про тот образ, который я слезала. Я увидела девушку вот в этой черной юбке в инстаграм. И в такой вот кофте. И у нее эта кофта была спущена на одно плечко. Мне это просто покорило. И, естественно, я захотела такую же кофту. И мне нравится, что ее можно и на одно плечо носить. И можно также носить, ну, просто прямо. Но за счет того, что у нее и спереди, и сзади очень глубокий вырез. Получается, что спинка тоже оголяется. А у меня сзади на спине огромная татуировка. И я когда один раз была на мероприятии в этой кофте, меня девушка остановила фотограф и попросила, чтобы я разрешила ей сфоткать свою спину в этой кофте. Также здесь еще в составе кофты люрекс. И, получается, она так переливается. Мне кажется, вот зимой будет на каких-то мероприятиях тоже очень даже неплохо выглядеть. Но я ее ношу, в принципе, и на каждый день. Что-то типа casual такого варианта. Например, с джинсами. Я очень люблю эту вещь. Также могу вам ее посоветовать. Плюс она также в тренде за счет того, что она все-таки oversize. Также в этом месте я не смогла пройти снова мимо базовых вещей. Хотя, мне кажется, у меня весь гардероб состоит из базовых вещей. Но ничего не могу с собой поделать. И зашла в свой также любимый Нью-Йоркер. Хотя я знаю, что многие его ругают за то, что там качество бывает не очень. И я сама, в принципе, нарывалась на вещи не очень качественные из Нью-Йоркера. Но все равно можно что-то найти. И плюс мне очень нравятся там цены. И я взяла себе вот такую вот футболку. Просто вот такая базовая футболочка. Достаточно свободная. Свободная. У нее круглая горловина. Рукава немножечко подкатанная. И стоила она, короче, 250 рублей. Таскать ее буду сейчас вот, например, с черными джинсами. Или, например, синими. Потому что какой-то базовой такой футболки без всего у меня не было. И также, если говорить о базе, то я взяла себе вот такую вот бежевую маечку. Она полностью такая блестровая, наверное, стрейчевая. Была у меня, не была, а есть точно такая же, только черная, которую я покупала в Glory Jeans. Я из нее не вылазаю. Поэтому я решила какой-то другой оттенок взять. И нашла вот такой вот в Zara. Стоила, например, на 1000 рублей. И как мне показалось, она, в принципе, мне идет. Неплохо на меня села. И я тоже эту тенденцию подсмотрела в Instagram. Потому что модницы в Instagram или вот звезды в Instagram очень часто надевают такие простые бежевые майки с какими-то джинсами. Обыгрывают это либо какими-то черненькими такими сапожками, либо кроссовками. И все, образ готов. И там же тоже в Zara я взяла себе вот такие вот джинсы. Это Moms Jeans. И у меня сейчас будет такая полезная информация для тех, кто не может найти себе Moms Jeans нормальные. Потому что на вашей фигуре они, например, не очень хорошо сидят. У меня достаточно короткие ноги. И вы представляете, да, как Moms Jeans. Причем укороченные Moms Jeans на мне выглядят. В общем, это, наверное, первые джинсы, в которых я не чувствую себя каким-то гномом, у которого ноги в три раза короче, чем тело. И не чувствую себя как-то несуразно. Мне нравится, что они и на попе очень удачно сели, обтягивают, и на талии хорошо сидят, и по ножке хорошо сели. То есть вот так, как надо. Реально Moms Jeans на мне вот эти выглядят так, как, например, на других девочках Moms Jeans выглядят в Instagram. Я очень давно искала что-то подобное. Там этих джинс, мне кажется, оттенков чуть ли не семь. Стоили они где-то три тысячи рублей. Так что, девчонки, если давно не могли найти джинсы, которые бы были так более-менее свободны, но при этом на вас нормально сидели, загляните в Зару. Я думаю, многие заметили, что я в последнее время пошла по пути олдскула и стала таскать чокеры. Хотя они сейчас уже вообще не модные и чуть ли не в антитрендах. Но мне все равно, потому что чокеры это та вещь, которая меня спасла, когда я очень странно и коротко подстриглась. В тот момент я посмотрела фильм «Леон». Там главная героиня Матильда с такой странной короткой стрижкой носила чокер. И я поняла, вот оно, мое спасение от моей странной несуразной прически. И я просто стала скупать все чокеры и поняла, что чокеры что-то делают с моим лицом. И эта прическа выглядит не такой ущербной. Так что я зашла на днях в магазин Lady Collection и купила себе набор из трех чокеров. Там был вот такой вот чокер. Это тканевый чокер, это не резинка. Такой достаточно симпатичный, удобно его таскать. Также там был вот такой вот чокер в форме цветочков, тоже тканевый, тоненький. И мой самый любимый чокер, вот такой вот более готичный, но мне кажется, очень сексуальный. Самый-самый мой любимый. Так что вот такой набор. И стоил он прям совсем-совсем недорого, так что можете заглянуть, если вы тоже такие штуки любите. И не совсем моя покупка, а подарок. Но за счет того, что как раз-таки я очень сильно полюбила чокеры, мне подарили вот такой вот чокер из Пандоры. Я даже не знала, что в Пандоре есть чокеры. Вот такой вот тоненький, серебряный. Он с симпатичным таким узором идет. И как мне кажется, этот чокер более носибельный. И в том плане, что, ну, вот такой вот черный чокер я бы не стала, например, надевать куда-нибудь в офис, где подразумевается хотя бы какой-то дресс-код, да? А вот такой вот чокер вполне можно носить как повседневное, ежедневное, постоянное украшение, что я, собственно говоря, и делаю. И да, ребята, на сегодня это все, что я хотела вам показать. Все мои последние приобретения. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и что вы приятно со мной провели время. Если вам есть что сказать по поводу моих обновок и, может быть, вам что-то приглянулось или, наоборот, не приглянулось, то, конечно же, оставляйте свои комментарии. Я с удовольствием почитаю, отвечу вам, пообщаюсь с вами. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Также заходите в гости в Инстаграм, в Инстаграм к моей собаке. Подписывайтесь на канал. Помните, что вы самые лучшие. И до встречи совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok